всем привет меня зовут вака и в этом видео вы узнаете почему возникает боль в боку во время бега причины появления и способа это избежать боль может возникать слева где находится селезенка и справа со стороны печени так почему же возникает боль в боку все очень просто когда человек находится в состоянии покоя часть его крови не берет активное участие в циркуляции и составляет резерв основной ее объем сосредоточен в брюшной и грудных полостях при физической нагрузке резерв берется в оборот для работы мускулов легких и других органов кровь начинает переполнять органы брюшной полости так как ее отток не успевает за резким притоком селезенка и печень набирают объем от прилива крови начинают давить на свои оболочки которые имеют множество нервных окончаний поэтому появляется боль в боку теперь поговорим о причинах появления боли самое основное что нужно знать это промежуток времени между едой и тренировкой не менее двух часов противном случае даже легкий бег трусой может способствовать расширение печени и достижению болевого порога теперь поговорим о причинах появления и способы этого избежать как избежать боль в боку первое и лично это будет ознакомиться с техникой бега ссылку на видео я оставлю в описании под самым видео второе это промежуток между едой и тренировкой. Не менее 2 часов. Это все зависит от количества съеденного и качества. Третье. Это не пить много жидкости перед тренировкой. Четвертое. Выполняйте разогревающие упражнения для нормализации циркуляции крови в организме. Пятое. В начале пробежки не старайтесь бежать быстро. Шестое. Чтобы не было застоя крови внутренних органов, добивайтесь глубокого дыхания. Этим увеличится работа амплитуды диафрагмы и улучшится отток крови к сердцу. Седьмое. Тренируйтесь регулярно. Если боль все же вас достигла, есть пару способов избавиться от нее. Вариант 1. Это снизить скорость. Если вы бежите трусой, перейти на шаг. Вариант 2. Несколько раз глубоко вдохните и выдохните. Это нормализует отток крови от селезенки и печени. Третье. При вдохе сильно втяните живот. Это промассажирует внутренние органы. Точнее селезенку и печень. Не нормализует отток крови. В четвертом варианте лучше всего надавить на место, где болит и промассажировать его. А пока усвоите три правила. Первое правило. Не есть и не пить много до тренировки. Разминаться перед пробежкой. И включаться в тренировку постепенно. Если боли у вас все-таки есть, лучше всего обратитесь к врачу. А тем, кому помогло мое видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok